Здравствуйте, уважаемые слушатели! Меня зовут Печкова Марта. Я являюсь студенткой первого курса магистратуры, биологического факультета МГУ, кафедры физиологии человека и животных. Сегодня мы поговорим о послеродовой депрессии и подумаем, что же может являться причиной для развития послеродовой депрессии. Послеродовая депрессия это распространенная форма большого депрессивного расстройства и от послеродовой депрессии ежегодно страдает около 12% всех матерей. Если же не лечить послеродовую депрессию или недолечить, это может привести к неблагоприятным последствиям как для матери, так и для ребенка, в принципе для всей семьи в целом. Многие женщины примерно 80% в первую неделю после родов чувствуют себя немного плаксивыми, подавленными, тревожными. Это состояние называют baby blues и оно настолько распространено, что считается нормальным явлением. И baby blues не длится более двух недель после родов. Послеродовая депрессия, в отличие от baby blues, в психиатрической номенклатуре классифицируется как серьезный депрессивный эпизод. И послеродовая депрессия начинается в течение четырех недель после родов. Однако сейчас эти рамки расширяются и принято считать, что послеродовая депрессия может возникнуть в течение всего первого года после родов. Есть также исследования, которые говорят, что baby blues может постепенно перейти, развиться в послеродовую депрессию. Послеродовая же депрессия ассоциируется с повышенным риском суицидальных мыслей. И самоубийство в настоящее время является ведущей причиной смертности всех матерей. Такие серьезные неблагоприятные последствия демонстрируют необходимость быстрого выявления и лечения послеродовой депрессии. На самом деле нам, конечно же, интересно, какие изменения в организме женщины происходят во время этого не самого благоприятного периода в жизни, и почему вообще возникает послеродовая депрессия. Строго говоря, нет единственной причины. Это всегда совокупность факторов. Это могут быть и социальные изменения, и психологические изменения, и химические изменения в организме женщины. Например, гормональные изменения во время беременности, дисфункция кортикотропной оси, дисфункция передачи сигналов гамма-аминомасляной кислоты, воспаление и некоторые другие причины. Патофизиология послеродовой депрессии в некоторой степени аналогична патофизиологии других видов депрессии. Однако после родов женщины представляют собой совершенно особую группу со своими гормональными и психосоциальными событиями, которые не имеют аналогов жизни женщины. Следовательно, не всегда можно провести прямое сравнение депрессии, связанной с беременностью и родами, и депрессии в другие периоды жизни женщины. Физиологические эффекты этих изменений очевидно включают приостановку овуляции, развитие рост матки, развитие плаценты, плода. Для этого, конечно же, нужно корректировать систему материнского стресса, материнского метаболизма, иммунитета. Изменения касаются гормонов, нейротрансмиттеров, которые, как известно, играют важную роль в развитии психологических проблем. И вот представьте, во время родов происходят резкие изменения в организме матери, в организме женщины, и во время этого периода могут случиться какие-то поломки, несмотря на то, что беременность все же это очень точный процесс. Так и какие же нарушения становятся причиной посередовой депрессии. Показано, что одним из основных составляющих патогенеза посередовой депрессии, как и других видов депрессии, является дисфункция кортикотропной оси. Регуляция этой оси резко меняется при беременности, что имеет серьезные последствия как для матери, так и для плода. Самое значительное изменение это развитие плаценты. Дело в том, что в обычном состоянии кортиколиберин вырабатывается у нас в гипоталамусе, но во время беременности кортиколиберин начинает вырабатываться и в плаценте. Но самое важное то, что гипоталамический кортиколиберин регулируется кортизолом по механизму отрицательной обратной связи, но плацентарный кортиколиберин регулируется кортизолом наоборот по механизму обратной положительной связи. Это ведет к тому, что плацентарный кортиколиберин экспоненциально увеличивается. На этой схеме показана модель дисрегуляции кортикотропной оси, которая ведет к риску развития посередовой депрессии. Соответственно, мы сказали, что петля положительной обратной связи между кортизолом и плацентарным кортиколиберином приводит к увеличению уровней плацентарного кортиколиберина и самого кортизола. Повышенный плацентарный кортиколиберин может привести к нарушениям чувствительности передней доли гипофиза к кортизолу, а также, возможно, к снижению центральной секреции кортиколиберина. И к чему же это ведет? После родов плацентарный кортиколиберин уже не вырабатывается. А во время беременности у нас снизилась чувствительность кортикотропной оси. То есть, следовательно, организм после родов начинает больше вырабатывать кортизола. И, соответственно, это все может привести к высокому риску развития послеродовой депрессии. Какие же изменения еще происходят у женщины с послеродовой депрессией в организме? Конечно же, нельзя не обратить внимание на репродуктивные гормоны. Однако, к сожалению, значительных изменений уровня репродуктивных гормонов во время послеродовой депрессии не наблюдается. Но в то же время есть данные, которые говорят, что может быть абсолютные значения этих гормонов и не изменяются, но чувствительность к колебаниям этих гормонов на уровне мозга может быть различной. Поговорим про эстрогены. Уровень эстрогена во время родов постепенно повышается, а затем после родов резко падает. Показано, что женщины с послеродовой депрессией могут проявлять повышенную чувствительность к эстрогену. Также эксперименты демонстрируют, что на животных моделях послеродовой депрессии лечение эстрогенами способны оказывать антидепрессивный эффект. В случае с прогестероном картина немного другая. Показано, что повышенные уровни прогестерона после родов коррелируют с развитием послеродовой депрессии. В отличие от антидепрессивного эффекта эстрогена, лечение прогестероном увеличивает риск развития послеродовой депрессии или же приводит к более тяжелому протеканию заболевания. Также на этом рисунке показано, что передача сигналов эстрогена и прогестерона могут влиять на кортикотропную ось. В то же время изменение регуляции кортикотропной оси также может оказывать влияние на эстрогены и прогестероны. Таким образом, мы видим, как кортикотропная ось и гонадотропная ось тесно связаны и также вместе могут привести к развитию послеродовой депрессии. В последние годы появились доказательства того, что активация системы воспалительного ответа может быть вовлечена в патофизиологию послеродовой депрессии. Предполагают, что длительная или чрезмерная активация провоспалительного иммунного ответа может быть механизмом депрессии. Вообще, беременность представляет собой уникальную иммунологическую проблему для организма матери. Поскольку плод воспринимается как чужой организм, материнская иммунная система должна быть спокойной, чтобы плод мог развиваться, но в то же время она должна поддерживать защиту от патогенов. Исследования показывают, что материнские противовоспалительные цитокины повышаются во время беременности. Они благоприятны для иммуносупрессии и поддержания беременности, а провоспалительные цитокины наоборот подавляются. С прекращением же беременности и родами противовоспалительное состояние в течение нескольких часов переходит в провоспалительное состояние. Однако, где-то через 72 часа после родов соотношение между провоспалительными и противовоспалительными цитокинами должно нормализоваться. Вот, например, в одном исследовании показали, что у женщин с послеродовой депрессией повышены уровни интерлейкина 6-го, интерлейкина 8-го, но в то же время понижены уровни серотонина интерлейкина 2-го. Существует хорошо известная связь между врожденным иммунным ответом и кортикотропной осью. Иммунные клетки могут активировать кортикотропную ось через цитокины, такие как фактор некроза опухоли альфа, интерлейкин 1-й, интерлейкин 6-й. Воздействуют они на кору надпочечников, на гипофиз, на гипоталамус, тем самым они активируют кортикотропную ось. Активация кортикотропной оси, в свою очередь, оказывает сильное ингибирующее действие на иммунный воспалительный ответ, блокирует практически каждый этап провоспалительного процесса. Таким образом, нарушение функционирования кортикотропной оси и изменение уровня гормона стресса могут повлиять на иммунную функцию. Кроме того, иммунные проблемы также могут активировать кортикотропную ось, что приводит к изменению уровня гормонов стресса. Таким образом, нарушение взаимодействия между гормонами стресса и нейровоспалением может способствовать послеродовой депрессии. Послеродовая депрессия, как и другие формы депрессии, часто может быть связана с дисбалансом нейромедиаторов. Например, гамма-аминомасленная кислота является важным тормозным нейромедиатором в центральной нервной системе. И показано, что у женщин с послеродовой депрессией уровни гамма-аминомасленной кислоты снижены. Если говорить про глутамат, то это один из важнейших возбуждающих нейромедиаторов в центральной нервной системе. И показано, что у женщин с послеродовой депрессией в медиальной префронтальной коре уровни галутамата повышены. Но в то же время показано, что в дорсовентральной префронтальной коре уровни галутамата у женщин с послеродовой депрессии наоборот снижены. Вот такие противоречивые результаты получаются. Соответственно, необходимо дальнейшее исследование, чтобы определить, вносит ли нарушение глутаматергической передачи сигналов вклад в послеродовую депрессию. Если говорить про серотонин, показано, что у женщин с послеродовой депрессией изменяется связывание рецепторов серотонина с элегантом, а точнее снижается вот это вот связывание, что, наверное, неудивительно. Далее поговорим про нейростероиды, а именно про аллопригнанолон. Как я уже говорила ранее, кортикотропная ось, которая связана со стрессом, очень активна у женщин во время беременности. Но как организм беременный справляется с гиперактивацией кортикотропной оси? И почему эта способность утрачивается после родов? Оказывается, в этом играет важную роль такой неростероид, как аллопригнанолон. Аллопригнанолон — это метаболит прогестерона. И аллопригнанолон может связываться в гипоталамусе с рецепторами гамма-аминомасляной кислоты, с гамма-а рецепторами. Это приводит к тому, что увеличивается связывание гамма-аминомасляной кислоты со своим рецептором, гамма-а рецептором. А стоит сказать, что гамма-аминомасляная кислота — это важнейший тормозный нейромедиатор в центральной нервной системе. Соответственно, если у нас аллопригнанолон увеличивает ингибирующее действие гамма-аминомасляной кислоты, то гиперактивация кортикотропной оси также снижается. Плазменные концентрации аллопригнанолона увеличиваются в течение беременности, достигают пика к моменту родов и после родов резко падают. И предполагается, что нарушение регуляции кортикотропной оси через рецепторы гамма-аминомасляной кислоты и через регуляцию аллопригнанолона может стать риском для развития послеродовой депрессии. Отсюда следует, что терапия аллопригнанолоном может помочь в лечении послеродовой депрессии. Совсем недавно ученые разработали синтетический аналог аллопригнанолона — брексанолон. Самое важное то, что брексанолон — это первый препарат, одобренный в FDA для лечения послеродовой депрессии. Брексанолон является агонистом аллопригнанолона и действует также положительным алластерическим образом на гамма-а рецепторы. Было показано, что внутривенное ведение брексанолона женщинам с послеродовой депрессией значительно улучшает симптомы депрессии в течение нескольких часов. И важно отметить, что антидепрессивные эффекты брексанолона сохраняются даже на 30-й день эксперимента. Таким образом, можно подытожить всю информацию, которая сегодня прозвучала. Конечно, существует сложная взаимосвязь между факторами риска послеродовой депрессии. На этом рисунке показано, как, например, нарушение регуляции кортикотропной оси может влиять на синаптическую передачу. Может влиять на нейровоспаление само может влиять на регуляцию кортикотропной оси или же на синаптическую передачу. Все это вместе, в конечном счете, может стать причиной послеродовой депрессии. Наверное, из-за того, что как раз-таки постиродовая депрессия – это сложный механизм, причиной постиродовой депрессии является совокупность факторов, наверное, поэтому довольно-таки сложно изучать это расстройство и сложно подобрать подходящие препараты. Спасибо за внимание! Субтитры создавал DimaTorzok